Чадо Тимофеев, ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело у Боговестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, обдененный, и не только мне, но и всем возлюбившим явлением и головам. Послание апостола Павла к Галатам. Братья, плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражая, друг другу завидовать. Братья, если и падет человек, какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в Духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святой Иоанн Златоуст на первое послание к Коринфянам в своих беседах поднимает вопрос о мучении в Гиене. Мучения в Гиене бесконечны. Всеми людьми исследуется вопрос, будет ли иметь конец огонь гиенский. Христос открыл нам, что этот огонь не имеет конца. Огонь неугасимый и червь не умирает. Марка 9, глава 45 стих. Вижу, что вы содрогнулись, слыша это. Но что делать? Бог повелевает непрестанно возвещать это. Укажи, говорит, народу моему. Исайя 58, глава 1 стих. Мы поставлены на служение Слово, и потому мне нужно говорить и неприятное слушателям. Хотя и вопреки своему желанию, но нужно. Впрочем, если хотите, это не будет для вас неприятно. Хочешь ли не бояться, говорит апостол, делай добро. Римлян 13, глава 3 стих. Следовательно, вы можете слушать нас не только без страха, но и с удовольствием. Итак, Христос открыл, что огонь гиенский не имеет конца. И Павел утверждает, что мучение будет нескончаемое. Когда говорит, что грешники подвергнутся наказанию вечной погибели. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. И еще говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни Малакии. Царство Божие не наследует. 1 Коринфянам 6, глава 9, 10 стих. И к евреям он говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12, глава 14 стих. Также Христос на словам, не твоим ли именем многие чудеса творили, скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея 7, глава, 23 стих. И девы, для которых затворились двери, уже не могли войти. И о тех, которые не питали его, он говорит, пойдут си в муку вечную. Матфея 25, глава 46 стих. Не говори мне, где же справедливость, если мучение не будет иметь конца. Когда Бог делает что-либо, повинуйся его определениям и не подчиняйся их умствованиям человеческим. Притом, разве это несправедливо, если человек, получивший сначала тысячи благ, а потом сделавший достойное наказание, не умудрившийся ни от угроз, ни от благодеяний, подвергается наказанию. Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало еще в начале тотчас же погибнуть. Но Бог и тогда действовал не по одному закону правды, но вместе и действием его человеколюбие было то, чему мы подверглись. Кто оскорбляет человека, не причинившего ему никакого зла, тот по закону правды подлежит наказанию, если же кто своего благодетеля, Бога, не обязанного ему ничем, но оказавшего ему бесчисленные благодеяния, единственного виновника его бытия и притом Бога, вдохнувшего в него душу, даровавшего тысячи благ и хотевшего возвести его на небо, если такого благодетеля после таких благодеяний не только оскорбляет, но и каждый день огорчает своими делами, то может ли он быть достоин прощения? Не видишь ли, как Бог наказал Адама за один грех? Он скажет, дал ему рай и удостоил его своего великого благоволения, но ни одно и то же грешить, наслаждаясь благодействием или провожая жизнь великой скорби. Но и тяжко, что ты грешишь, находясь не в раю, а среди бесчисленных бедствий на этой жизни, и не вразумляешься несчастьями. Это подобно тому, как если бы кто делал зло, будучи связанным, Бог обещал тебе благо больше рая, еще не дал их, дабы ты не обленился во время подвигов, но и не умолчал о них, чтоб ты не ослабел в трудах своих. Адам, совершив один грех, навлек на себя смерть, а мы каждый день совершаем тысячи грехов. Если же он, совершив один грех, навлек на себя столько зла и ввел смерть в мир, то чему не подвергнемся мы, постоянно живущие в грехах, хотя и ожидающие неба вместо рая? Тяжко это слово и прискорбно для слушателя. Знаю это по чувству, которое я сам испытываю, ибо сердце мое смущается и содрогается, и чем более удостоверяюсь в несомненности гиены, тем более трепещу и облемлюсь страхом. Но нужно говорить об этом, дабы нам не впасть в гиену, не рай, не древо и растение получил ты, а небо и благо небесное. Если же получивший меньше осужден, и ничто не могло оправдать его, то тем более мы, призванные к высшему, и согрешающие больше его подвергнемся непрестанным мучениям. Представь, сколько времени род наш за один грех остается под владычеством смерти. Прошло уже пять тысяч и более лет, а смерть еще не прекратилась за один грех. Притом мы не можем сказать, что Адам слушал пророков, что видел наказание, постигшие других за грехи. Что он мог от того прийти в страх и вразумиться этими примерами. Он был первый и тогда единственный, однако наказан. Ничего такового не может представить ты, который делаешься хуже после таких примеров, который удостоился таких даров Духа и допустил ни один, ни два, ни три обесчисленное множество грехов. Несмотря на то, что грех совершается в краткое время, и не думай, что потому и наказание будет кратко-временное. Не видишь ли, как люди, совершающие воровство или прелюбодеяние один раз и в одну минуту часто проживают целую жизнь в темницах и рудокопьях, подвергаясь непрестанному голоду и бесчисленным родам смерти. И однако никто не оправдал их и не говорил, что так как грех совершился в кратко, то и наказание должно продолжаться, соответственно, греху время. Но скажешь, так поступают люди, а Бог человеколюбив же. Во-первых, и люди так поступают не по жестокости своей, а по человеколюбию. И Бог так наказывает, потому что Он человеколюбив по величию милости Его. И милость велика, и наказание Его велико. Следовательно, когда ты говоришь, что Бог человеколюбив, то тем более доказываешь справедливость наказания, если мы грешим против такого существа. Посему и апостол говорит, страшно пасть в руки Бога живого. Евреям 10 глава 31 стих. Вникните, увещевая вас в силу слов тих. Может быть, вы получите отсюда некоторое утешение. Кто из людей может наказывать так, как наказывает Бог, наведший потоп и истребление человеческого рода, а немного после одождил с неба и огонь, истребив жителей Содома? Какое человеческое наказание может сравниться с таким наказанием? Не видишь ли, и здесь почти бесконечное наказание. Прошло 4000 лет, а наказание Содомлян доселе остается в силе. Как велико человеколюбие Божие, так и наказание Его. Притом, если бы Бог заповедал что-либо трудное и невозможное, то иной мог бы сослаться на трудность Его заповеди. Если же Он заповедует весьма легкое, то что мы можем сказать, не заботясь и об этом? Разве ты не можешь воздерживаться и сохранить девство? Можешь, если захочешь. В чем обличают нас те, которые исполнили это? Но Бог не употребил против нас этой строгости, не повелел и не заповедал этого, а предоставил воле слушателей. Ты можешь быть целомудренным и в браке, можешь воздерживаться от пьянства? Разве не можешь раздать всего имущество? Можешь и это, как показывают сделавшие это. Но Бог не заповедал и этого, а повелел не похищать чужого, и из имущества своего уделять нуждающимся. Если кто скажет, что он не может доводствоваться одной женой, тот обращает и обманывает себя. В чем обличают его те, которые сохранили целомудрее и без жен? Разве ты не можешь ни злословить, не можешь ни клясться? Напротив, труднее делать это, нежели не делать. Какое же мы имеем оправдание, не исполняя столь легкого и удобного? Не можем представить никакого из всего сказанного очевидно, что мучение будет вечно. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.